Ну, дамы и господа, для начала работы мы переходим непосредственно к диагностике, ну такой, быстрая экспресс-диагностика тела человека, да. Во-первых, ну, более глубокая детальна диагностика, она рассказывается у меня в аудиокурсе, который вы можете на нашем сайте, альфа-топ, либо корпорал-тренинг, там найти, посмотреть, да. Это достаточно длительная процедура такая, там есть много приемов, или там видеороликами на ютубе выложены, тоже Академия, естественно, диссерсированных практик, альфа-топ, вот это прям словосочетание, на ютубе набираете и там смотрите. Так мы просто по-быстрому проверяем. Вот эти вот пуговки костей, да, вот где такие ямки есть, где заканчивается крестец, они должны быть относительно позвоночника симметричны. Если позвоночник не прощупывается, да, вот двумя пальцами попробуйте его там прощупать, где он находится, да, и сравнится с этими пуговками, должно быть симметрично, перпендикулярно должно быть, да. Далее смотрите подвздошные косточки, вот тут вот, вместе с этими пуговками, да, они должны находиться тоже на одной линии перпендикулярной оси позвоночника. Ну, вроде тут вот, все нормально, так быстро, быстрая фальпация, да, такая. Видно, иногда сразу вообще это видно, где у человека больше, например, ребра. Вот видите, с этой стороны, ну, это вот надо посмотреть оттуда, под углом, вот так вот, по касательной. Даже так может прислониться, да, и видно, в данном случае, что у человека вот эта часть грудины, она больше, да. Ну, во-первых, это может быть анатомически, ребра кривые, но чаще всего они кривые не просто так. Видимо, есть какое-то искажение, то есть все его позвонки, они могут быть либо сколиоз, да, либо развернуты вот в эту сторону. Если они в эту сторону наклонены, да, то, соответственно, ребра поддавливаются, и они тут выпрямляются, а тут загибаются, да. Может быть, из-за того, что этот пациент лежит криво, у него может быть большой живот, да, и, соответственно, он просто повернулся как-то так неудобно, да. Либо это бывает, видно, у явных правшей или левшей. Когда человек, например, правой рукой, ну, и правша, да, вот тут заметно. Когда человек не только мышку правой рукой держит, да, компьютерную, или ложку, или ручку, а еще кто-то этой рукой работает, ну, там, тяжести таскает, да, пилит этой рукой, активное упражнение делает, у вас так, да, вот видите. Это видно, кстати, вот сразу убедительно, что тут мышечная масса больше, больше, чем тут. Ну, в данном случае еще и проблема у человека, видите, ему тут что-то вырезали. Вырезали достаточно глубоко, так что даже тут мяса мало осталось, мускулатура, вот чувствуется ребра, да. Но вопрос в том, что откуда это идет. Вот тут есть позвонок, да, должен быть. Сейчас нажимай, больно? Там больно, да, значит, там есть проблемка. Вообще вы сразу человека спрашиваете, когда он к вам лег, да, сразу спросите, с чем вы пришли, уважаемые, с чем пожаловали, да, вот так вот мягко, доброжелательно. Где у вас болит, может быть, что-то обострение где-то, да. Вы интересуетесь, обычный человек сам сразу все рассказывает, да. Или прям показывает, ой, вот эта точка болит, ой, вот тут болит. Иногда это смешно выдаходит. А у меня вот тут болит, так буквально случайно куда-то тыкает, что делать? И таких у меня много-много пациентов. Но важно нам сейчас про спину узнать. Может быть, вы перенапряглись, да. Может быть, вот эти мышцы напряженные, вы их сразу почувствуете руками, а у них консистенция такая будет более напряженная. Человеком могло продуть просто-напросто, да. Почему именно левая сторона? Потому что многие у нас водители. Вы же водитель, да? Вот, кстати, вот тут как у вас. Варительный или нет? Да. А с этой стороны? Меньше, да? Немножко меньше, может быть. Вот, немножко меньше, да. Ну, не сильно, значит, продуло. Но проблема в том, что если даже человек, ну, за рулем открывают в жару форточку, да, дует всегда вот в эту сторону. Именно шея, да, прям схватывают так, что жесткие вот эти мышцы, вы сразу можете проверить и сразу спросить, а здесь вот видите, тут не жесткие, значит, вам. Вы как бы, знаете, как гадалка говорите. О, да вас продуло в машине, наверное, с оттуда форточкой ездить. Да, да, ты откуда знаешь. Мы вот все знаем, как эффект ванги такой, да? Сразу проверили, я сразу узнал, что вы правша, например, да? А вы правша? Да, ты прям все про меня рассказываешь. Мы читаем спину, как некоторую карту, да? Ну, поподробнее про карту мы еще поподробнее, потом расскажем. А сейчас вот такая первичная диагностика. Далее, смотрите, если даже форточка закрыта, человек включает кондиционер в машине. От стекла, вот тут находится стекло дверное, да? Отражается воздух холодный и дует вот сюда за спину. Вот сюда, да? Так что могут быть спазмы вот здесь. Вот так прям прощупываете и говорите, больно, да, вот тут? Вот тут, больно. Ну, и он вам ответит. Ну, тут, как быстро определить? Все мышцы, вообще всего тела человека, должны быть одинаковой консистенции. Такой тягучей, такой пластичной, да? А если где-то блок, спазм или какая-то блокада, да, они напряжены. И вы сразу вот здесь все пальчиком, да? О! Ну, их даже видно. Так же вы можете так раз показательно посмотреть. Ну, да, прям вот такой вот валик выпирает мышца, да? Или вот прям такой вот валик. Это видно, это же так все просто. И вы сразу человеку говорите, о, вот тут у вас спазм, вот тут напряжение. Сейчас будем убирать, вот здесь тоже напряжение будем убирать. Да? Далее проверяем весь позвоночник. Ну, что такое сколиоз, вы знаете, да? Сколиоз, это когда идет движение вот в этой плоскости. Сагитальная, латеральная плоскость. Вот так вот, да? Вот такое искривление на обычном грудном отделе, чаще всего. Это сколиоз. Причем он обычно с доворотом. То есть, сами позвонки ратируются. Не может быть сколиоз без поворота вот этих позвонков. Поэтому, кстати, ребра будут разные, разной величины, да? Вот сейчас мы проверим. Может быть у него ребра не поэтому выше. Для этого положите симметрично пациенту, да? Обе руки одинаково. И сразу проверяем по горизонтали. Вот, вот эти нападщики, посмотрите, отсюда. Чтобы было видно, да, вот эти вот места. Видите, вот это чуть ниже, а это чуть выше. Но оно было выше, когда человек руку держал вот так вот. Видите, да? Выше, да? Значит, надо положить симметрично. Посмотрите, может быть, это даже не причина в чем-то. Может быть, он просто криво лежит. Попробуйте немножко подровнять. За ножки там, может быть, потянуть. И еще раз смотрим. Вот, смотрите. Видите, еще выровнялся. То есть проблема убирается достаточно быстро. Сразу говорите человеку, я бы выровнял ребра. Но, на самом деле, это не до конца. Это я пошутил. Они, вот тут видно, что они выпирают. Вот они. Да? А здесь они более гладкие. Тогда проверяем сам позвоночник. Устанавливаем два пальца. И смотрим вдоль всей позвоночной, всего позвоночного столба. Где есть искажения. В данном случае искажений практически нет. Может, вам видно, да? Что все-таки пальцы мои прошли ровно. Значит, возможно, эти ребра это анатомическая особенность самого человека. Может быть, там у него легкая увеличенная с детства что-то. Или травма была. Можно спросить. Но, редко люди это помнят. У вас были травмы в детстве? Андрей. Не было, да? Ну, в данном случае не было. Но, тогда это не важно. Не обращайте внимания. Но, проводя вот так вот пальцами, вы делаете еще одну диагностику. Вы смотрите, где есть какие-нибудь сдвиги у самих позвонков. Вот. То есть, смотрите, мы щупаем не сам позвоночник, а мы щупаем остистые отростки. Не надо путать. Это вот, смотрите. Покажу на схеме. Многие говорят, ой, позвоночник он там ударился. Это не позвоночник, у него есть. Такие вот отростки. Побыстрому просто рисую. Вот везде, да? Как у драконов. Да, как у дракона. Вот. Они достаточно большие. Они по 5-7 сантиметров бывают. И поэтому, не верьте тому, ну, и вам тоже не надо заблуждаться, когда вы начинаете, или там специалист приходит, пальцем коснулся, вот здесь вот, да, и говорит, о, да у вас там грыжа, сейчас полечим. Раз, раз, что-то поделал, а я вас от грыжа избавил. Ну, не надо брать пациентов. Или банками, банками, знаете, так уволят этим меня. Или банками. Сейчас мы вам грыжу вытянем и вытягивают. Никакую грыжу они не вытягивают, это миф, это чушь. Потому что, ну, представьте, вот, как он сюда доберется. Где же еще слой мышечный, слой жировой, слой кожи еще, да, представляете, это вот в глубину, ну, сантиметра, вот столько, пять, наверное. Как он туда даже не залезет, чтобы это почувствовать. Грыжу, так всем пациентам, и говорить, можно определить только рентгеном. А еще лучше МРТ, рентген тоже не до конца точно показывает. Соответственно, вот то, что мы избавляем банками, да, или человек под руками избавляет, мы избавляем человека не от самой грыжи, а от воздействия на грыжу. Вот первая причина, на самом деле, это даже важнее. Потому что грыжа, ну, это вытяжение, да. Межпозвоночный диск, вот между нашими телами, телами позвонков, да, они такие, как бочонки, находятся в диске. И вот этот диск, он так крисовывает позвонки, что диск выдавливается. А выдавливается за счет чего? За счет того, что эти позвонки сжимают мышцы окружающие, вот эти вот. И они так сильно сжимают, что выдавливается позвонок. Вот это выдавливание и называется грыжа. Но не пугайте тоже пациента, если он говорит, ой, у меня там 3 мм грыжи, мне врач рекомендует операцию делать. Не надо никакой операции делать, это все легко устраняется. Более того, до 3-4, а то и даже до 5 мм, это не грыжа, это все-таки протрузия. Она может как появиться, так и может уйти. Иногда врачи даже не понимают, как она ушла. То есть человек там растянулся, выпрямился, там она как бы сама усасывается. Если нет вот этих деструктивных процессов еще. Грыжа это когда уже там сантиметров 8-10 или когда она вот уже начинает провисать туда, да, или когда она уже там, ну, дальше я же потом нарисую, как они это, как это все выглядит. Поэтому мы расслабляем мышцы. Расслабляем мышцы и прежде всего за счет этого расслабления уходит у человека проблема. Далее смотрите, вот тут мы нашли, да, что у тебя, вот тут болит, да? Тут болит? Да. То есть везде, где нажимаю, болит. Внутри болит или где? Внутри меньше, вот здесь больше. Вот тут больше, да? Вот, кстати, да, если идет поясничная грыжа, то можно легко проверить вот так нажатием. Так, нажимаю, внутри болит? Да нет. Нет, да? То есть мы можем, как специалист, только предположить, вероятно, у вас есть грыжа, вам лучше пойти и мортез сделать, да? Или предположить, у вас нет никакой грыжи, все нормально. Потому что болезненность отражается там внутри. Но вы по бокам от остистого отростка, да, вот нажимаете? Нет, в данном случае я прямо на остистого отростка нажимаю. На тело позвонка, чтобы понять. Нигде болевых таких нету синдромов, да? Что-то у него ребро отдало. Откуда? Вот, отдало, так лежите, лежите. Это может быть немножко другое. Во-первых, он мог замерзнуть, пока мы лежали, да? Вот отсюда отдало, да? Да. Да, во-вторых, мы видим, что позвонок немножко ушел внутрь. Потом он ушел вот здесь внутрь, тут больно, да? Нет? Нет. Нет. Это мы проверяем остистого отростка, и по ним мы только можем предсказать, что куда попало. Вот, во-первых, они вот так вот расположены по спине, да? И они должны быть на одной оси. Так видите? Угу. Как у буратины, так у пальца делаете? Вот они примерно вот так смогут быть в дисбалансе, да? А-а-а. Ух ты. Конечно, да. Если остистого отростка идет так, то тело позвонка вот тут находится, да? Угу. Оно развернулось, он поворачиваем, его вот так должны повернуть. Понимаете, да? Вот здесь он пальцем. О-о-о. Ага. Видно, да? Вот такой, как ключик. Это для нас, как ключики. Либо остистый позвонок может, ну, как сказать, вот так вот, да? Два позвонка находятся, друг к другу. Вот это вот, как бы, тело позвонка. Они могут вот так вот сместиться. Понимаете? Соответственно, вот тут они соединяются. Ага. А здесь промежуток больше. То есть он повернулся вот так вот. Вот что мы тут и наблюдаем, да? У него нет вот таких поворотов по оси. То есть, я вас поздравляю, у вас ротации позвонков практически нету. Так можно все проверить, да? Но есть вот здесь, что ребро отдало, да? Вот он. Он как бы ушел туда внутрь. И видите, где была операция, да? Вот тут есть как бы впадина. Это не то, что позвонка нету, да? А если проверить поближе, да? Он вот сюда ушел. Ближе. Это что получилось? Это получилось, что у нас один из позвонков. Например, вот этот. Вот так вот мы нашли пульода. Вот он развяжнулся, ну, грубо говоря, вот так. Ну, полностью он так не может развернуться. Ну, образно, да? Ну, как бы. Образно, да. Он, скорее всего, сплющился. Вот так. И получилось, что межпозвоночный диск, вот тот, который там всегда говорят, грыжа там или что-то еще, да? Он получился, стал, ну, или сами позвонки, сам позвонок уже, да? Стал пленовидной формы. Вот видите, ну, тут тарпецевидная как бы, да? И позвонки, ну, где я в отдельном лесу, как бы. И вот такой вот там вот диск, с одной стороны. Грыжа, с другой шире, да? А здесь наоборот, скорее всего. Грыжа, с другой шире. Вот. Соответственно, ну, человек приют как ходить, да? С детства. У вас давно уже, да, была операция? Да. Ну, тут уже больше 10 лет, наверное, прошло, да? Ну, тогда все. Тут ничего не сможем от действовать, даже и не нужно. Не надо перестараться. Но вы просто имейте в виду, что, возможно, если произошло выпящее ангиска, да, то грыжа может образоваться, эти красные цветы на весу, может образоваться вот здесь выпечиться, да, и вот здесь. Угу. Понимаете, в будущем. Тем более, место такое достаточно сложное. Вот тут воздействовать на позвоночник очень тяжело. Это надо с той стороны, со стороны грудной клетки, его обратно вот так вот выставлять, да? То есть ваше движение должно быть вот отсюда, вот сюда, и вот туда. Это сложно очень сделать. Это прям вообще филиграмная работа. Поэтому такой момент очень сложный. Лучше, вы не профессионалы, да, вы не уступаторы. Поэтому вот за сложный момент не беритесь, просто продиагностировали, констатировали факт и сказали человеку, да, вам лучше обратиться к более квалифицированному специалисту, да, или какие-то специальные процедуры пройти. Если что-то очень простое с мышцами, мы массажистом больше работаем с мышцами, то это наша работа, это не берем на себя, да. Не берите, спасибо, на себя лишние работы, и, как говорится, не навреди, да. Кодекс вращая, не навреди, Гиппократ говорил. Так, ну и то же самое, когда мы проводим теперь пальцами сбоку ассистых подростков, да, вот сбоку идем, мы видим напряжение мышечное. Вот было первое здесь. О, видите, даже прокатываю. Тут, значит, мышцы наползли на позвоночник и крепко его держат. Больно здесь? Нет, не больно. Это, кстати, неведомительно болезненно, человек, наверное, не чувствует. Здесь все ровненько идет. А что значит наползли на позвоночник? Это как? Ну, условно. Условно, они теперь, вот, если если я показываю, вот так вот, да, то, соответственно, позвонки сами по себе не сдвигаются. К ним, к каждому, если смотрел, в лосточку идет мышцы горизонтально такие-то. Значит, здесь мышцы, вот я вам показываю, да, вот они вот так вот шли. Значит, здесь мышца напряжена, она тянет его сюда. А с этой стороны расслаблена. Так же и наоборот. Тут напряжена, а тут расслаблена. И вот это напряжение, его оно как толщина с пальчиком. Вот его можно прям прощупать. Вот этот вот пальчик, мы прямо раз, нащупали здесь. Вот напряжение вот это, да? Его мы и будем убирать. Она иногда тянется там под углом, касательные такие мышцы есть, там гендициальные всякие. Вот так вот лопатки идут. То есть это все можно прощупать. И как бы мы для себя понимаем, с чем больше будем работать. Вот. Так, ну и так же можно и шею проверить. Ну, на этом быстро такая диагностика, да? Вообще это все, я рассказываю долго. А все это делается, ну, там, одна-две минуты буквально. Раз-раз-раз проверили человеку, да? Сказали ему, тут-тут-тут проблемы, тут-тут. Сейчас будем все решать. Иногда бывают эти валики мышцы, да? Вот они прям реально наползают на позвоночник. Вот так вот, да? Так что нету просвета позвоночника, что он... Ну, я просто как бы для иллюстрации покажу. Бывает так, что вы даже позвоночник не можете прощупать внутри, да? А не позвоночник, а вот эти астистатросы не можете прощупать. Тогда это вам сигнал. Мышцы так его сдавливают, вот так вот они заворачивают, как бы, позвоночник внутрь, да? Это, как бы, значит, тут есть проблема. Организм страхуется. Он думает, что он накатает сюда массу, или вот тут бывает вот такая масса, прям жировая, да? Он думает, что он бережет свой позвоночник. А на самом деле это изличная масса, она оказывает давление и только делает хуже. Она может, как бы, вот, с этой стороны же давление идет, да? Так сдавить, что какие-то позвонки туда начнут внутрь уходить, впереди человеку. Поэтому наша задача массовиста будет отодвинуть это к периферии. От центра к периферии мы еще будем делать все движения. Понятно? Вот. Ну и так же вот эти вот микроспазмы, которые вот идут, да? Мы тоже их от центра к периферии будем убирать пальчиками, проходить это глубоко достаточно. Вот. Это вот наша сейчас работа будет со спиной. Поэтому к ней мы перейдем в следующем видеоролике. А пока запомните вот эту короткую диагностику, про которую я вам рассказал.